Здравствуйте! Это Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко И у нас сейчас 16 серия о 300 спартанцах 300 спартанцев это Дон Робена Венета Немецкой популяции, в которой мы показываем ее жизнь В первую очередь адаптацию к вашим условиям То есть как раз данная серия будет показывать Как в сельской местности, может быть в дачных кооперативах Как полностью перейти на навоз плюс сено Как вот Дендробену выращивать на навозе плюс сеном То есть разводить В нашей ситуации мы взяли навоз с сеном Вот такая вот комбинация получилась Видите? Вот сюда вот включили Вот здесь один к одному навоз с сеном Навоз я просто хорошо перемешал, хорошо смочил То есть что мы с вами сделали Посмотрите, пожалуйста, тот кто не видел 141 видео, оно из трех частей Первое было вводное Вторая часть была переход на чистый торф Третья часть торф плюс сено И последняя часть, то есть навоз коровий плюс сено Для того, чтобы легче перешло, мы взяли навоз плюс сено Перемешали с нашим субстратом В том, в котором черви привыкли жить Ну, том, в котором мы разводим Чтобы у них плавный был переход на навоз плюс сено То есть они месяц в этой комбинации В этой комбинации вот пожили Видите? Оно все просело И теперь мы... Месяц прошел И теперь мы их будем переселять уже без нашего субстрата Просто в навоз, соответственно, КРС Крупного рогатого скота с сеном Смотрите, вот сразу такая легкая наглядность Смотрите, как выглядит навоз плюс сено Смотрите, какая среда интересная Рыхлая, пушистая Ну, такая, да? Там какие-то одни торчащие штукенции во все стороны А теперь смотрим, что с ним через месяц происходит Вот здесь у нас... Ну, сразу покажу, что мы подписали Сегодняшняя дата 21.02 Мы их переселяем Заселены они были 19.01 То есть пробыли 33 дня Еще раз повторюсь, смотрите Ну, тут не скажешь, что тут был навоз И этот субстрат превзошел все мои ожидания Я боялся, что это все дело вообще В какой-то пластилин все слипнется Потому что представляем перед собой навоз Мы всегда представляем, что какое-то выделение, возможно, влаги А так как здесь перфорации на дне нет Мне казалось, что это может слипнуться И может быть даже как-то закиснуть или еще что-то Ну, что мы с вами видим? Смотрите Вы видите здесь какое-нибудь слипание Я сейчас сразу со стенок соберу Потому что нам нужна наглядность Нам надо посчитать все коконы Чтобы у нас Чтобы у вас, наших зрителей Ну и у нас, конечно же Была ясная картина Насчет перспектив этого субстрата В частности, навоза с сеном Мы возвращаемся к тому, что должно было теоретически слипнуться Смотрите Вы можете себе представить, что это навоз? Люди, которые еще не разводят червяков Переведи на меня Люди, которые еще не разводят червяков Они меня, возможно, не поймут А все те, кто уже дома держит Старатели Либо калифорнийских червей Они поймут, о чем я говорю Это теоретически должно было превратиться в корж Ну, в такой пластилинчик А в данной ситуации мы видим то Что пойдет через сито Что спокойно можно механизировать Вот Это просто восторг Просто восторг Я просто уверен, что Мы будем делать упор В данной ситуации Однозначно будем увеличивать дозировку КРС В основном В основном Корме Наших дендрабет Ну, безусловно Не без контроля Присутствия других червей То есть Так, сейчас наша задача Сейчас наша задача полностью их Соответственно Собрать червяков Взвесить Посчитать Вывести средний вес По внешнему виду По внешнему виду Сразу вам скажу Я в восторге просто Я вот все, что Все, что связано конкретно с этим субстратом Я просто в восторге Вот Вот я беру всех подряд Смотрите Подведу ближе к свету Вы посмотрите на этот цвет Камера может передать цветовую гамму У нас В принципе Камера Full HD снимает То есть Она Как бы должно Передать То есть Они Ярко Ярко Красные Ярко-ярко Красные То есть И это еще не предел То есть Они же еще все-таки На смеси С нашим субстратом Да Здесь КРС плюс сено Плюс Плюс то, что наш субстрат Который мы выращиваем А уже в следующем месяце Будет еще интереснее Посмотреть Как на чистом уже субстрате Как на чистом КРС Плюс сено Они себя будут чувствовать Но Вообще Мне полностью По всему понравилось Еще раз вернуться К кормежке Я просто в восторге Смотрите 19.01 заселенный Первый раз кормили Это вообще Просто бомба Какая-то 7 плюс 12 Через 19 дней Первый раз кормили Не было потребности И потом Когда кормили Мы кормили Половинными дозами То есть Если кормили Торф Торф плюс сено По 20 грамм Тут всего по 10 И было такое впечатление Что А может быть Его вообще Не нужно было кормить Но мы понимаем Что нужно В силу того Что Вы должны понять Навоз Это очень питательная среда Но черви Они все равно Избирательны Они сначала Выхватывают Все самое Ну для них Вкусное Условно говоря И потом Это уже Им менее Меньше нравится Самое легкодоступное И мы Вот этими Прикормочками Когда мы Добавляем Когда мы Добавляем Наш фирменный Субстрат Ну то есть Корм для Червяков Мы Как бы Поднимаем Ну во-первых Всплеск Бактериальной Активности То есть Здесь грибки И дрожжи Все это Бактерии Бактерии Начинают активно Развиваться Тоже являясь Одним из основных Источников питания Для червей И Поднимаем Аппетит Для того Чтобы они доели Или даже То Что им Не очень нравится Так Мы сейчас Быстренько Отбираем Давайте Я сейчас Быстренько Пересчитаю Взвесим И не будем Затягивать Ролик Ну что Черви Тоже в восторге Просто Слов нет Навоз Плюс сено Ни одного Пострадавшего Вот как Было у нас 97 97 Так и осталось То есть Видимо Это в 97 Насколько я помню Это у нас В первых Наших Экспериментах Пострадало Но конкретно В навозе Плюс сено Никто не умер То есть Это вообще клево То есть Это говорит о том Что Можно Рассматривать Этот субстрат Как Один из основных Так 260 Грамм 260 Грамм Сразу мы все Запишем И подобьем Сейчас Средний вес У нас 97 штук 260 Грамм 260 Грамм А было 97 штук 301 Грамм Сейчас стало 260 То есть О чем мы говорим Сказать Сказать Простым Человеческим Языком Что они Им стало Хуже жить Ну нельзя же Так сказать Что человеку Просто стало Хуже жить Не может Ну то есть В данной ситуации Червякам Это всего лишь Адаптация И Показало то Что Червяки не погибли Это очень хороший Знак Знак того Что все таки Эта комбинация Стоит Внимание И то Что даже Потеря веса Произошла Это всего лишь Адаптация К новым условиям Я тоже Похудел Когда переехал С Практически Субтропического Климата В котором Под 40 градусов Летом В зиму В которой До минус 50 Зимой Тоже По началу Похудел То есть Это всего лишь Адаптация Самое важное Самое Интересное Будет дальше Когда мы Уже после Чистого Вот мы Сейчас На чистой Подсадили И возможно Даже еще Здесь Будут Какие-то Незначительные Подъемы Но Уже Через Месяц Когда они Полностью Адаптируются Сену К сену С кресом Вот это Должно быть Интересно Поэтому Поэтому Мы И создали Вот эту Серию Роликов 300 спартанцев Чтобы не на словах Сказать Я бросил 100 штук И столько То веса Получилось Вы видите Каждый шаг Каждый шаг И еще раз Вернуться Вот вернись сюда Покажи Мы сейчас Вот отобрали Червяков Я в восторге От конечного Продукта Смотрите Он сыпуч Смотрите Ни одного Комка Ни одного Просто Это просто Какой-то Фейерверк В мозгах Понимаете Я когда Когда мы с вами Последнее видео Там В 13 серии Мы их осматривали 19 числа Мне тогда Уже показалось Рыхло Я все волновался Что не мог найти Время Чтобы уже доснять Так Еще раз Вернемся К нашему Уже получившемуся Верми компосту Ну вы посмотрите На вот это Еще раз Еще раз Посмотрите Этот субстрат Спокойно пойдет Через Механизацию То есть Нужно Всего лишь Слегка Подсушить Или даже Попробовать Его так Просеять Но Соломы Практически Не стало Мы видим Только какие-то Крупные Фрагменты Плотные Крупные Фрагменты А Вот Смотрите Сюда Смотрите Какая была Солома Солома Сплошняком Одна Солома И что Здесь Где Эта Солома Восторг Вообще Посмотрите Вот это Вот это Вообще Просто Мне Переполняют Эмоции Насчет Того Что Когда Говорили Немного Говорили О КРС О том Что лучше С ним Не связываться Потому Что якобы Там Другие Там Навозники Там И еще Там Что-то В этом Роде В нем Присутствует Они Там Потом Пострадает Популяция Я вам скажу При грамотном Подходе При Просто При стерилизации Навоза Здесь Нет Никого Просто Никого Вот как Были Только Наши Был бы Тут Навозник Они Уже Повылуплялись И здесь Тьма Бегала Но Еще раз Повторюсь Это Очень Перспективный Субстрат Мы Обязательно Будем Придерживаться И Постепенно Постепенно Просто Лишь Корректировать Количество Сена Я думаю Что Чистый Чистый КРС Наверное Будет Все таки Менее Рыхлый Ну то есть На выходе Вряд ли Поддастся Механизации А вот КРС Плюс Сена Вполне Себе Достойная Комбинация Надо Надо Всего Лишь Выйти На Массовость Вы Должны Понимать Что Это Все таки Один Вермиконтейнер Вот Когда Их Уже Будет 101 С Такой Комбинацией Когда Это Пройдет Через Сито Вот Это Будет Уже Совсем Другая История Поэтому Прерываемся Посчитаем Сейчас Количество Коконов Визуально Визуально Подойди Подведи Сюда Я вижу Что они Есть 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 Я вижу Что их Здесь Много Но Не могу Сказать Сколько На первый Взгляд Их Столько Сколько В торфе Примерно Мне так Кажется Давайте Не будем Ничего Придумывать Велосипед Просто Все Это Дело Прерываемся Считаем И все Дело Ну что Мы уже Посчитали Все Сложили Все Распечатали Чтобы Сделать Для вас Супер Красивенько Так Смотрим Сюда Что у нас Получается По Третьей Семье Третья Семья Она была У нас Получается На Комбинации Навоз Плюс Сено Плюс Для Перехода Половина Нашего Субстрата Тысячу Триста Десять В общем Из них Тысячу Три Кокона И семь Мальков Еще раз Кратенько Пробегаюсь Для того Чтобы Понимали О чем Мы рассказываем В этом ролике Было Три Уже Три Отброса Коконов Коконов У наших Спартанцев Первый Раз Когда Мы Сложили В почтовую Коробку 17 Ноября Положили 15 Декабря Достали Смотрите Видеоролик АТ 130 Будет Понятно Все Второй Помет Это Когда Мы Перестелили В королевские Условия Для того Чтобы Понять Как Длительный Стресс В 28 Дней Голодания Сказался На Отброса Коконов Смотрите Первое Поколение Второй Помет Видео АТ 142 То есть В данной Ситуации Мы Расписали Здесь Подсчет То есть Коэффициент Коэффициент Выхода В сутки По конкретно Навозу Плюс Сен У нас Получился 0.41 В неделю 2.87 Чтобы вы Понимали Что это за цифра 2.87 Это Это почти Три То есть Почти Три Кокона В неделю В неделю С каждого Червяка В среднем То есть Давайте Мы сейчас Кратенько Я еще раз Вам возвращаюсь У нас Было Видеоролик Назывался АТ 144 Количество Коконов У наших Дендробен Старожил То есть Это говорится О том Что Те черви Которые Живут У нас Достаточно Долго То есть Мы Подсчитывали Коконы Там И Коэффициент В неделю Был 3.15 Кокона В неделю На одну Дендробен То есть Если Пробежаться Еще раз Вот уже Наглядно Первая Комбинация У нас Сейчас Была Торф Чистый Торф 2.66 В неделю Вторая Комбинация Торф С сеном 2.94 И это Самый Лучший Результат И третья Комбинация Навоз С сеном 2.87 Сейчас Наша С вами Серия Мы С вами Смотрим 16 Серию 300 Спартанцев Поэтому Мы Должны Все Таки Закончить Тематику По Какие-то Хотя бы Легкие Выводы По Конкретно Навозу Вместе С сеном Те Которые Мы Для себя Обозначили Первый Интересный Такой Количество Коконов В торфе В навозе Плюс Сено Меньше Чем У Торфа Плюс Сено Но Больше Чем У Торфа У Первой Семьи Это Очень Интересный Факт То есть Получается Что Навоз Плюс Сено Побольше Понравилось Чем Торф Но Если Можно Таким Примитивным Словом Сказать Понравилось То По Каким-то Причинам Дало Меньше Коконов Чем Торф Плюс Сено Наверное Все-таки Самое яркое Будет Тогда Когда Вот Мы Сейчас Уже Заложили Коконы Заложили Червей Уже В чистые Субстраты Вот Там Будет Уже Интересно Когда Мы Уже Погрузили В чистый Навоз Плюс Сено Без Нашего Субстрата Соответственно В чистый Торф Плюс Сено В чистый Торф Первую Семью И Поэтому Уже Будет Более Наглядно Второе Наверное Самое главное Почему Восхищает Еще раз Повторюсь Буквально Восхищает Субстрат Навоз Плюс Сено Нужно Меньше Кормить То есть Любой Человек Который Занимается Дендробен Или хочет Ей заняться Он знает О том Что нужно С какой-то Периодичностью Кормить То есть Это Такая Своеобразная Смесь Зерновых С витаминами С премиксами Ну Такая Своеобразная Прикормка Мы Вернемся Еще к этой Прикормки Чтобы не затягивать Ролик То есть Это Такая Своеобразная Добавка Для того Чтобы Челюи Быстрее Развивались Для того Чтобы Дендробен Быстрее Набирали Свой вес Питались Быстрее Развивались Ну Чтобы Создать Им Полноценное Питание И Это Замечательно Что На навозе Плюс Сено Этого Прикормки Нужно Давать Гораздо Меньше Чем На любом Другом Субстрате То есть Меньше Рисков Что Оно Закиснет Да и Финансово Финансовой Нагрузки Даже Меньше Потому что Я просто Знаю себя Я прожил 20 с лишним Лет В поселке Навоза Там куча Торф Живя В поселке Мы покупали Зачастую Живя На юге Украины Мы покупали Торф Либо Кекила Финляндия Либо Пинструб Голландия Либо Классман Германия То есть Мы покупали Дорогущий Торф То есть Я понимаю Что Торф Это все таки Затратная часть А навоз Плюс Сено Есть В каждом Поселке Лопатой Греби В каждом Дворе То есть Очень интересно Что Мало рисков Мало надо Этих Всяческого Рода Добавок И Третий Что Такой Немало Важный Факт Мало Мальков Вот почему То Еще раз Вернусь В чистой Комбинации С В торфе Первая Семья Было 99 Дендробен 56 Мальков 56 Мальков Вылупилось То есть В комбинации Торф Плюс Сено 52 Малька Вылупилось А в комбинации Навоз Плюс Сено Всего 7 Ну то есть Ну Как бы Увидите Не увидите Это не принципиально Верьте на слово То есть Не могу Объяснить Причину Но Почему-то Почему-то Мне кажется Что В навозе Плюс Сено Больше Зеленых Коконов Хотя Красненьких Тоже много Но Почему-то Кажется Именно Зеленых Конкретно Много Не знаю Передаст Все-таки Цветовую Гамму Потому что Лампы Здесь У нас Обычное Накаливание Именно Гораздо Больше Вот Видно Сколько Зеленых Гораздо Больше Зеленых Вот Если Взять Допустим Так Чтобы Их Не перепутать Для полного Счастья Нам же Надо Чистота Эксперимента Видите сколько там Мальков Тусуется Ну Сколько Нисколько 52 Штуки Ладно Ну Мне так Показалось Может быть Это Субъективно Но Показалось Что Зеленых Коконов Все-таки Больше Так Не будем Затягивать Ролик Теперь Самое Интересное Каждый Раз Когда Мы С вами Заселяли Коконы Мы Всегда Говорили О том Что Мы Придумываем Какой-то Новый Субстрат Для Того Чтобы Потом Понять Там Как Это Все Будет Дело Расти Не Расти Вы Удивитесь Вы Знаете На что Мы Будем Заселять Сегодня Вот Здесь Перед Вами Три Вермиконтейнера И В Этих Трех Вермиконтейнерах Уже Смоченный Смоченный Субстрат Я Мочу Как Я Вам Догадайтесь Какие У нас Здесь Чем Мы Тут Загрузили Не Догадывается Я Вам Скажу Чем Мы Загрузили Мы Загрузили С Вами Верховым Торфом Вот Он Верховой Нейтрализованный Торф Мы Не Разводим Червей На Верховом Нейтрализованном Торфе И Покупаем Его Исключительно Для Вас То есть Для Того Чтобы Показать Для Того Чтобы Соответственно Было Чтобы Каждый Человек Мог Проверить Это Потом На Себе Почему Мы Сделали Три Одинаковые Комбинации Мы Для Себя Провели Такую Специфическую Параллель Давайте Вкратце Скажу Чтобы Не Затягивать Ролик Я Банально Хочу Увидеть Воздействие Физического И Химического Состава Субстрата На Последующее Количество Вылупления Коконов Количество Жизнеспособных Коконов Проще Говоря Проще Говоря Мы Получили С вами Первую Семью На На Торфе На Чистом Верховом Торфе В смеси Один к одному С нашим Субстратом Рассыпая Рассыпая По Поверхности Видите Вот как Мы Просто Равномерно Рассыпаем Просто Равномерно Рассыпаем И по ходу Рассказываю Что мы Делаем Соответственно Здесь у нас Торф Плюс Сено Торф Плюс Сено И Соответственно Третий Компонент У нас Видите Торф Плюс Сено Сколько Малечков Да Так И Соответственно Третья Семья У нас С вами Это Навоз Плюс Сено А теперь Мы с вами Озвучим Почему Мы это Все Делаем В одинаковые Субстраты Я хочу Увидеть Не просто На словах Я тут Вывел Супер Субстрат И оно У меня Прям Дает По полторы Тысячи Коконов Нам Не надо Полторы Тысячи Коконов Нам Надо Результат Результат То есть За Единицу Времени Получили Количество Червя Правильно И Цель Данного Видео Цель Данного Эксперимента Загрузить В одинаковый Субстрат Для того Чтобы Через Определенный промежуток Времени То есть Сколько нужно Времени На вылупление На подрастание Чтобы мы Потом Посчитали Количество Малька Просто Посчитали Количество Малька Все Все Очень Банально То есть В данной Ситуации У нас Переходной Период То есть Если это Торф То Одна часть Торфа Одна часть Нашего Субстрата Ну Соответственно И по всем Остальным Комбинациям Так же Так же Вот мы Смотрим Сейчас Мы это Видео Посвящаем Навозу Плюс Сена То есть Мы Берем Навоз Плюс Сена Одну Часть И Одну Часть Нашего Субстрата Теперь Уже Дендробены Побыли Спартанцы Побыли В этих Условиях Мы Перебросили Уже Чистый Навоз Плюс Сена И Получается Через Месяц Мы Возьмем Из Чистого Навоза Из Чистого Торфа Плюс Сена Из Чистого Торфа И Повторим С вами Эту Же Комбинацию Мы Просто Возьмем И Заселим Из Разных Субстратов Коконы В Одинаковый Субстрат Для того Чтобы Понять Количество Вылупления Я Сделаю Максимально Все Ровно Максимально Ровно Чтобы Никто Из Нас Не Мог Сказать В Этом Ведре Вылупилось Больше Потому Что Возможно Он Стоял Больше Мы Будем Делать Циркуляцию Ведер Сейчас Давайте Это Все Засыпем И Закроем Чтобы Мы Уже С Вами Ни О чем Не Думали Чтобы Уже Про Сам Процесс Заселения Закончился То есть Задача Всегда Очень Простая Всегда Смочите Разбросайте На Влажную Поверхность Оконы И Хорошенько Еще Разочек Сверху Смочите Вы Извините Наверное Заранее За какую-то Может быть Чрезмерную Дотошность И Та часть Людей Которые Интересуются Червями И Возможно Вам На данный Момент Покажется Эксперимент Слишком Какой-то Мудреный И Возможно Даже Ненужный Я Вам Скажу Просто У вас Есть Навоз У вас Есть Сено Вы Заселяете Вы Получаете Тысячу Коконов В месяц От Одного Ящичка К примеру Цифры Условны Но У вас Есть Возможность Купить Торф И Вы Не Знаете Она Будет На торфе Больше Коконов Будет Ли На торфе Больше Червяков Впоследствии Вылупляться То есть А Здесь Мы Конкретно Наглядно Покажем Если Вам Интересно Сейчас Вы Вернетесь К Этому Видео Я Обвернулся Попросту Ну И Все Общее Резюме Продолжаем Работать Меньше Разговоров Больше Наглядности Есть Какие Сложности Есть Какие Предложения Пишите В Комментариях Пишите Возможно Что Мы Сказали Не То Возможно Вы Хотите Увидеть Еще Что Более Ярко Более Развернуто А Пока До Новых Встреч В Общем Скажу Мы Очень Довольны Результатом Любая Из Этих Комбинаций Показала Шикарный Результат Теперь Конец 16 серии О 300 Спартанцах С вами Был Андрей Ткаченко Оператор Александр Ткаченко До Новых Встреч Здоровья Счастья Наша Судьба До Счастья 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 Счастья